День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Легпик Александр Шунин, утро на Болткоме. Утро на Болткоме. Ну и да, всем доброго утра на Болткоме. Продолжается наша программа и говорим мы о делах сельскохозяйственных. Обратим свой взор к труженикам селам, которых, может быть, не так много сокращается. Ведь в промышленных странах количество людей, которые необходимы для того, чтобы быть задействованы на сельском хозяйстве. Однако именно эти люди кормят всю оставшуюся часть общества. И если в случае вдруг какие-то проблемы у них возникают, то, извините, вот кушать будет нечего всем остальным. Как суровые наши вот эти ковидные времена отражаются на фермерах, на крестьянах? Чем сейчас озабочены, вот какие проблемы, с какими проблемами приходится сталкиваться на селе? Мы поговорим с экспертом в сельскохозяйственной области, с членом правления крестьянского Сейма Мартинч Тронс с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, Мартинч. Ну, в принципе, коллега Олег уже задал направление и несколько вопросов. Давайте приступаем к поискам ответов на них. Действительно, что сейчас самое актуальное для латвийского крестьянства? Я не знаю, там вот снег идет хорошо или плохо? Что растет? Какие виды на урожай? Ну, я думаю, что надо начать от тех проблем, которые касаются и других жителей Латвии. Это цены на электричество, на газ и на топливо, скажем так. Это очень влияет на себестоимость продукта, скажем так, да. И в результате продукт будет просто больше стоить на полке магазина. То есть нас ожидает рост цен на сельскохозяйственную продукцию? Да, конечно, это инфляция, которая в этом году, наверное, будет где-то 7% в конце года. И понятно, что цена на продукцию растет. Вопрос, конечно, какие цены будут в окончании магазина, скажем так. Потому что мы производим, у нас есть какая-то себестоимость, тогда есть предприниматель, который что-то перерабатывает, скажем так. И тогда еще есть магазин, скажем так, да. Ну, конечно, цены там могут немножко еще как-то ходить. И может второй этап или третий этап может чуть-чуть повышаться цены, скажем так. Потому что все равно они зарабатывают. Но это касается и них, конечно, да. Если надо перерабатывать и печь хлеб, то все равно на это идет электричество, на это идет рабочая сила. Чтобы хлеб надо привезти в магазин, это уже надо и топливо покупать, скажем так. Которое сегодня стоит намного дороже. Конечно, нас касается на данный момент и рост цен на удобрения, скажем так, да. В принципе, в три раза эта цена выросла, если смотрим вот этот период и период, который был в июле, в августе, скажем так, да. В три раза. Это, конечно, тоже, ну, у нас нас очень делает нервными, скажем так. Прошу прощения, а удобрения за счет чего подорожали? Так, чтобы сразу в три раза. Да, из-за газа, потому что в основном удобрения делает из газа, скажем так. А еще пока вот в Европе вот этот вопрос насчет нордстрима, да, когда пойдет газ из России в Европу, когда не пойдет, вот эта вся политика, конечно, влияет и на нас, скажем так, и на цену селитры, так как бы смешно, но вот это так и есть, да, ничего там не сделать. И, конечно, то, что еще проблема, это вопрос насчет рабочей силы. Не секрет, что с 15 десемря у нас тоже в нашей отрасли скажено, что рабочей силой надо быть этой прививки, надо быть сертификатом, скажем так, да. Ну, мы не можем как предпринимателей всей рабочей силой сказать, что, знаете, вам надо делать прививку, вам надо сертификат. Да, если есть 10 работников, 7 или 8 сделало, это уже хорошо, это нас радует, да. Но есть люди, у которых, может, какая-то другая там философия жизни, они не делают эту прививку, у них нет сертификата, скажем так. На данный момент выходит, что этих людей надо проявлять в отдых, скажем так, да, или просто увольняться. Ну, конечно, на данный момент мы этот вопрос с нашим министерством решаем. Потому что, я думаю, что один вопрос, это рабочая сила, которые работают в государственных учреждениях, да, а другой вопрос, это мы предприниматели или радио, скажем так, да. Пока этот вопрос не урегулирован. А пока этот вопрос не урегулирован, потенциальный рост безработицы в сельском хозяйстве, как его можно оценить? А сколько вот этих отказников? Они есть. Я сказал, что, может, каждый девятый, каждый десятый, скажем так, может, где-то процентов 15 людей, которых надо, может, тогда в отпуск отправлять, скажем так. Но, господин Турнц, да. Но вы вот говорили как раз-таки еще в середине года, обращали внимание на то, что без гастарбайтеров вообще не обойтись, поскольку для того, чтобы собрать урожай, у нас уже не хватает рабочих рук. То есть, если сейчас еще минус 15% от этих рабочих рук, что тогда будет, когда нужно будет, но в следующем году с какими проблемами мы можем столкнуться? Да, рабочую силу надо делить на две категории. Это основные работники, скажем так, да, отрасли, и, значит, те работники, которых надо привлечь на сборку урожая, фрукты, овощи, скажем так. И это, может, идет в июне, в июле, августе, в сентябре, где ясно, что нет у нас местной рабочей силы, которую мы могли бы привлечь, чтобы убрать тот урожай, который выращиваем, скажем так, да. И, конечно, у нас, в принципе, уже последних три года идет дискуссия с государством, чтобы как-то надо, ну, сделать эти критерии полегче, чтобы мы могли привезти украинцев, белорусов или грузинов, и чтобы они могли отработать там 2-3-4 месяца, заработать и тогда уезжать опять домой, скажем так. Потому что вот вы, наверное, как покупатель, вы хотите наш латвийский местный продукт, чтобы мы могли вот эти фрукты или овощи вырастить. Нам, к сожалению, надо еще эту рабочую силу привлекать, скажем так, в других странах. Конечно, мы делаем все, чтобы эти вопросы как-то делать механически, да, с тракторами, с агрегатами, чтобы этой рабочей силы меньше надо было. Но не все можно сделать с техникой, к сожалению. И на данный момент какая ситуация? Ну, те же самые профильные министерства. Предположу, что ближе всего вам Министерство земледелия и экономики. Идут ли они навстречу? Есть ли какие-то подвижки в этом вопросе? Стоит ли надеяться на какие-то послабления, конкретно казаемо сельского хозяйства, для ввоза вот этих вот сезонных рабочих? Ну, будем опять этот вопрос решать зимой. Ну, то, что наше министерство говорит, видите, в Латвии безработица 7%, выбирать работников из этих людей, скажем так, да. Ну, каждому понятно, что в этих 7% есть люди, которые и не хотят работать, да. В каждом государстве, мне кажется, есть где-то 4-5% которые просто не хотят работать. Они получают какие-то социальные пособия и живут на эти пособия, скажем так. И они не готовы работать. Это категория, которую не можно привлечь к работе больше. К сожалению. Ну, если мы не берем... Ну, и, конечно, есть еще какие-то, да, может, еще там студенты, может, которых мы можем привлечь к работе, да, но не на весь сезон, скажем так. Но если мы не берем вот эти вот 4-5%, которые принципиально отказываются работать, среди прочих, действительно, 7% если безработица, а сейчас, вероятно, будет ее какой-то рост, в принципе, сложно ли найти рабочих среди жителей Латвии и по каким причинам люди могут отказываться заработать денег? Ну, вот, пожалуйста, вот тебе работа, приезжай, делай, зарабатывай. Что не так, что не нравится? Конечно, работа в сельском хозяйстве это нелегкая работа, скажем так, да, а работа с животными, работа в ферме это еще труднее, когда вам, не знаю, надо очень рано просыпаться и все-таки, да, и весь день быть на ногах, и физическую силу вам надо, чтобы работать. Ну, те, которые хотят найти работу, могут найти работу. И если кто-то ищет работников, ну, тогда надо и поднимать зарплату, скажем так, да. Надо поднимать зарплату, нету других вариантов. Конечно, я знаю случаи, где вот и фермы, которые держат вот коров, привозят сотрудников из Украины, скажем так, привлекают. И тогда каждые 6 месяцев они меняются, например, да, потому что у нас вот такие условия отговорены. И все это может отразиться, опять-таки, на цене конечного продукта? Конечно, да, да. Конечно, это может отразиться, ну, то, что мы делаем и пробуем, и если нету вариантов с доярками, тогда можно ставить роботы, скажем так, да, чтобы роботы доили коровы. Если нету людей, которые могут дать еду животным, тогда тоже можно там роботы как-то в этом варианте привлечь, скажем так. Все делается, чтобы в сельском хозяйстве меньше надо было рабочих рук, скажем так. Но это, опять же, конечно, стоит денег, да. Но, опять же, механизация и роботизация, она увеличивает безработицу, а сейчас уже безработицы и в стране, и конкретно в сфере сельского хозяйства. Ну, можно ли сказать, подводя итог, что жители Латвии во многом капризные и балованные, может быть? Ну, раз украинцы соглашаются ехать на наши фермы, продают коров, а наши нет. Ну, какой вывод напрашивается? Ну, балованные. Ну, наши, может, в то же время уезжают в Германию, в Данию или в Англию и работают там, в сельском хозяйстве, скажем так, да. То есть, этот уровень, который, ну, зарплат, который можно получить на латвийских фермах, он, в принципе, недостаточен из-за того, что ниже, чем в Европе, наши отказываются? Это могло так быть, может, лет 10 назад, да. Но сегодня, я думаю, что сельским хозяйством можно заработать хорошо, потому что, если вы уезжаете в Англию, работаете там, там все-таки жилье и все остальное, за все остальное надо платить, и платить больше, чем в Латвии, да. А в Латвии вы находитесь дома, в кругу семьи, скажем так, и можете, конечно, иметь хорошую зарплату, скажем так. Ну, надо работать. Нам, конечно, иногда непонятно, почему латвийцы уезжают и работают там, и хорошо работают, а здесь они как-то не могут хорошо работать, скажем так. Да, это вот тоже как будто не совсем понятно. Ну, конечно, вот есть вот эти 4 или 5% рабочей силы, которые мы больше не можем привлечь, скажем так. Ну, остальных, это вопрос касается насчета, может, там, зарплаты, скажем так, да. Ну, если у вас, вы до этого, может, работали там в банке или где-то в другом месте, вы, наверное, не пойдете работать сельского хозяйства, да, и будете искать, может, какую-то другую, хорошо оплачиваемую работу, где спрашиваются какие-то конкретные знания. Напомню, мы беседуем с членом правления Крестьянского Сейма, Займин и Кусайма, Мартиншем Тронцем. Мартинш, мы начали с потенциального роста цен на сельскохозяйственную продукцию. Как его можно оценить? К чему готовится после Нового года, там, весной? 10, 20, 30 процентов? Ну, хотя бы рамки, какую-то вот эту вилку можно установить? Ну, я думаю, что как минимум 2-3 процента будет вырос. Ну, то, что мы со своей стороны делаем, например, у нас уже были дискуссии в Сейме насчет снижения НДС на другие продукты питания. Лет 7 назад мы решили вопрос и снизили НДС на фрукты и овощи. На данный момент мы собрали 14 тысяч подписей на снижение НДС на такие продукты, как свежее мясо, рыба, молочные продукты и яйца. Ну, к сожалению, в следующем году выглядит, что мы не сможем этот вопрос решить, потому что, ну, 2 месяца назад были дискуссии еще в СЕМ и сейчас Министерство зеленого отдела будет, как бы, ну, смотреть, какой ущерб это нанесет или нанесет на государственный бюджет, скажем так, да, и будет сейчас, как бы, ну, люди работать и будут свою аргументацию давать, скажем так, да, насчет, как это будет влиять на государственный бюджет, скажем так, и на нашу отрасль, и на цены в магазинах, скажем так, да. Господин Тронс, а вот как на сельское хозяйство отражаются новые вот эти зеленые инициативы европейские, поскольку мы все видим желание вообще вот Европейского Союза, чтобы все пересаживались на электромобили, но, тем не менее, вот очень сложно представить себе электрозаправки где-то в глубинке, и для крестьян наверняка все-таки, ну, привычное дизельное топливо, оно является самым, ну, простым решением, хотя оно может быть не очень экологично. Вот как, может ли здесь вот какое влияние оказать, и насколько вот не приведет ли это каким-то, опять-таки, тоже к расстройствам и возмущению вот работников сельского хозяйства? Если мы говорим о зеленом курсе, тогда надо понять, что в Латвии мы уже очень, очень, как сказать, работаем зелено, скажем так, да. У нас самые низкие, скажем так, нормы удобрения, у нас самые низкие нормы химических, скажем так, веществ на гектар, да. Мы очень зеленое государство. На данный момент у нас... Самые низкие нормы в Европе вы имеете в виду? В Европе, да, в Европе, да, да, да. Самые низкие нормы. Мы очень мало чего-то используем, скажем так, чтобы убрать урожай. У нас 15% из всей земли это биологическая земля, скажем так. Мы очень, очень уже сегодня хорошо и качественно работаем, скажем так, и то, что опять идет в Брюсселе, или вам надо работать еще зеленее, это как-то нам непонятно, да. Ну, как шутка, например, это вопрос насчет электромобилей, ну, я не знаю, там, например, Витзем или Латвила, когда в этой зимой бывало по минус 27 градусов, ну, как эту машину использовать, да, когда аккумуляторный ресурс очень маленький в таких температурах, скажем так, да. Мы видим, сколько сегодня электричества стоит, да. Мы видим, что в Германии не хватает электричества, и немцы начинают производить электричество, используя уголь опять. Опять уголь немцы используют, скажем так, да, из-за дефицита электричества. Вопрос такой, готовы ли вы и другое общество еще больше платить за продукты питания, скажем так, да. Мы можем и биологически все производить, но будет ли возможность вам купить этот продукт, который будет стоить в полтора или два раза больше, скажем так, да. Кто-то купит, кто-то может и не купит. Это вопрос у потребителей, готовы ли они платить. Мы видим, какие очереди стоят у Лидала, да, где довольно низкие цены. Мы видим, что люди покупают в Максиме и Риме, когда есть какие-то акции. В основном 70-80% от продуктов питания люди покупают на акции, да. И вот это нас тревожит, конечно, да. Мы можем говорить, там, зеленый курс, да, и так далее, и так далее, но готовы ли наши люди на это все? Мы их как-то можем приспособиться, да. Получается такая определенная биполярочка. С одной стороны, мы говорим обо всем вот этой красоте, эко-шмэка, зеленый курс и так далее, а с другой есть, в общем-то, реальная ситуация и реальная платежеспособность населения. Но, тем не менее, все эти вопросы модные, они касаются в том числе и сельского хозяйства, и, скорее всего, в том числе и латвийского. Там та же самая упаковка, да, биологическая. Что происходит касаемо этого вопроса? Ну, опять же, там меньше пластмассы, больше бумаги, там, и прочих подобных материалов, разлагающихся? Две недели назад мы начали опрос фермеров насчет использованных упаковок, скажем так. Это картон, пластмасса, там, мешки, пленки, пластмассовые канистры. И вместе с другой организацией, это ЛОСП, и вместе с Экобалкой, ВИДой, Латвии, Залясь, Пункт, мы начали такой опрос, который будет идти до 24 января. И главные вопросы там фермеров, ну, как они, что они сделают с этим упаковкой использованной, да? Они где-то продают, отдают, скажем так, не знаю, там, отвозят в лес и так далее, и так далее. Потому что то, что важно нам, нам важно, чтобы эта использованная упаковка, она собиралась, чтобы люди понимали, что нельзя жить так, может, как жили раньше, когда разводили костер, или что-то можно было сжигать, или отвозить в лес. Это все надо собирать, это надо все перерабатывать, потому что, ну, мы думаем и о своей репутации, и о окружающей среде, да? И думаем о будущем наших детей, скажем так. Это очень важно, конечно. И то, что надо понять, что, например, с 1 января будет больше налог на природный ресурс, и вы тоже будете больше платить за вывоз мусора, да? Если на данный момент эта цена около 65 евро за тонну, то с 1 января эта цена будет 80 евро за тонну. И в Риге будут люди тоже больше платить за вывоз мусора. И то, что важно, важно сортировать мусор, скажем так, да? Картон, пластмассу в один контейнер, скажем так, да? Бутылки в другой контейнер, и остальные, может, упаковки или мусор, который не можно перерабатывать, в другой контейнер. И так мы можем и сэкономить. И то, что это важно нам и в сельском хозяйстве, скажем так, да? Потому что европейский зеленый курс говорит, что до 35-го года около 60% всего мусора нам надо будет перерабатывать. И только 10% всего мусора можно будет отвозить в полигоны и там в ямы его зарыть, скажем так, да? Я думаю, что каждому, не только фермерам, но и жителям Риги и Латвии надо думать, как правильно сортировать свой мусор. Чтобы в итоге потом и сэкономить, получается. Ну, помимо оздоровляющего эффекта для экологии, разумеется. Да, у нас... У нас есть звонок. Звонок. Давайте примем. Доброе утро. Доброе утро. Да. Короткий вопросик. Вы знаете, может быть, тенденция к повышению тарифов на вывоз мусора, это крайне неверное. Мое мнение, надо, наоборот, стимулировать людей. Абсолютно обратную реакцию вести, что мы не повышаем тариф на вывоз мусора, даря вам эти проценты, эти деньги за то, что вы мусор формируете в разный. Ну, перебираете. Наоборот. А так вы просто обозряете. И плюс ко всему, я хотел сказать, что не позже, чем вчера я выношу мусор, все баки забиты. Те, которые, естественно, я открываю бак с дыркой желтой, туда бросаю мусор. А куда мне девать, скажите? Вот. То есть тенденция такая, что прежде чем о чем-то говорить, надо все проанализировать степень или возможность, сказанного вами. Это лирика, это просто вы говорите, вроде бы, находясь в другом мире. Спасибо. Ну, честно говоря, Мартин, я так понимаю... Не отвечает за мусор, да, здесь просто речь идет о том, что, да, вот с одной стороны призываем сортировать мусор, но если вдруг вот выясняется, что не вывозятся во время эти мусорные контейнеры переполненные, то люди начинают бросать или в соседний контейнер, или просто бросать на улицу. Инфраструктура не готова, и каждый раз, когда в нашем эфире заходит вопрос о мусоре, его сортировке, мы утыкаемся в один и тот же набор проблем, один из которых, да, нет достаточно контейнеров, помимо недостаточной культуры и привычки. Просто, да, зачастую бывает некуда выбросить, и люди выбрасывают куда угодно. Но время наше вышло, судя по всему, пора нам прощаться. Мартин Штронц, член правления заименника Саймова, крестьянского Сайма, был с нами на связи. Огромное спасибо с наступающими, счастливого Рождества, легкого нового 22-го года, всего доброго. До свидания.